Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Абрамович Гершинзон. «На солнышке». Светлячки. Летом жили дети в теплых краях, на берегу моря. Не на самом берегу, а все-таки близко. Перед домом сад. А в саду ручеек по камням течет. И песок у ручейка желтый, будто на солнце загорел. Вечером, когда спускалась темнота, песок был еще совсем-совсем горячий. Деревья в саду становились выше и начинали между собой разговаривать. «Шушу, — говорит одно, — шушу, — отвечает другое. Откуда ни возьмись, вылетают жучки-светлячки. С дерева на дерево перелетают, ясные как фонарики. Жучка совсем не видно, только видно, как летит фонарик. Сенька, мышонок и Степа до поздней ночи бегают с пузырьками по саду, ловят светляков. Поймают и в пузырек, поймают и в пузырек. «Смотрите, — кричит Степа, — какое у меня электричество!» Нюша на мальчиков за этих светляков сердится. Она мышонку сказала, «Ты все ловишь, ловишь, а потом светлячков не будет». «Почему не будет?» «Очень просто почему. У тебя удерет один, полетит, другому расскажет. Тот полетит, другому расскажет. Вот и не станут они к нам в сад летать». «А тебе жалко?» «Ну да, жалко!» Не послушался Мишка, побежал ловить светляков. Пошла Нюша к Степе. «Будет, — говорит, — тебе ловить светлячков. Ловишь, ловишь, а потом не будет». «Почему вдруг не будет?» «Очень просто почему. Один полетит, другому расскажет. Тот полетит, другому расскажет. Вот и не станут к нам летать». Отмахнулся от нее Степа, побежал светляков ловить. Пошла Нюша к Сеньке. Сидит Сенька на террасе, сетку на светляков мастерит. «Сенька, — говорит Нюша, — не жалко тебе, что светляков не станет?» «Почему так не станет?» «Очень просто почему. У тебя удерет светляк. Тот полетит, другому расскажет. Они и не будут к нам в сад летать». Сенька засмеялся. «Ну и глупый же ты, конопушка!» Подскочил сеткой, махнул, поймал фонарик и всклянку. Проснулась тетя Лена ночью. Слышит, кто-то тихонько плачет. Смотрит. Нюшка на кровати сидит. «Нюшка, что с тобой?» «Мне... мне светлячков жалко», — сказала Нюша. «Камешки». Нюшка давно об этом думает и всех спрашивает, а никто не скажет, почему. Почему на море камешки разноцветные? Одни белые, другие желтые. Одни красные, другие черные. Никто не знает. Степка думал, думал, не придумал. Мурка думала, думала, не придумала. «Наверное, их кто-нибудь красит», — решила Нюшка. «Верно, такой маляр есть. Ходит, когда никого нет, и красит. Краски у него разные, и кисточки». «Это глупости», — сказала Мурка. «Никакого маляра нету». «Нет, есть», — говорит Нюша. «Смотри, я, какой камешек нашла. Половина красная, половина желтая». Весь вечер Нюшка про маляра думала, и все утро. Наверное, маляр приходит в обед, когда никого на берегу нету. В другое время не может, его бы мальчики непременно увидали. Они целый день на море крабов ловят. И ночью не может, потому что темно. Красок не видно, какая черная, какая белая. Пришел обед. Сели все за стол, а Нюши нету. Тарелка стоит, суп стынет, а мясо из суп Сенька выловил. Тетя Лена спрашивает. «Девочки, никто не видал Нюшу?» «Никто не видал». «Сталь второе есть. Тарелка стоит, каша стынет, а подливку Сенька вылезал. Нет Нюшки?» Тетя Лена говорит Мурке. «Мурка, кончай скорее обедать. Беги к пане, наверное, Нюшка там сидит». Принесли дежурный компот, стали ребята есть. У Нюшки в блюдце одни сливы остались. Абрикосы Сенька съел и косточки разгрыз. Смотрит тетя Лена, а по саду, от ворот, идет Нюшка. Тетя Лена встретила ее на лестнице. «Ты где была?» «На море», — говорит Нюшка. Лицо у нее красное, нос горит, ей даже отвечать трудно, так устала. Сильно на солнце пережглась, как вареная. Стоит, руки в рост, ни на кого не смотрит. Спать хочется и есть хочется, и плакать хочется. «Мышонок, принеси вазелин», — сказала тетя Лена, а потом взяла Нюшу за плечи и повернула к себе лицом. «Зачем ты была так долго на море?» «Я думала, маляр придет». «Какой маляр?» «Который камешки красит». Тетя Лена засмеялась, погладила Нюшку и стала мазать ей вазелином шею и руки. Нитки Нюша порезала палец и заплакала. Амурка ей говорит «Не плачь, Нюшка, подумаешь, беда какая!» «Я один раз себе вовсе руку отрезала, а не плакала». Нюшка не поверила. Глянула Мурке на руки, обе целые. «И эта целая, и та целая». Рассердилась Нюшка. «Как, — говорит, — отрезала, у тебя обе руки на месте». «А я пришила», — засмеялась Мурка, — «оттого и на месте». «Как так пришила?» «А я людейной ниткой, вот тут, посмотри». Мурка вытянула руку, рукав подобрала и показала сзади, повыше локтя. Нюшка даже нос сморщила, так разглядеть старалась. Все у нее веснушки вместе сошлись. Согнулась Мурке, под руку подлезла. Ничего не разглядела, царапину только. Вот и неправда, ничего тут не видно. Царапина только, маленькая совсем, а нитки никакой нету. Мурка фыркнула. «Нету, потому нету, что это не простая, а людейная нитка. Я белая, нитка белая, вот и не видно». Нюшка всхлипнула в последний раз и засмеялась. Побежала в спальню, взяла свою куклу и опять к Мурке. Мурка говорит. «Та они тоже руку пришли, как себе пришила. А то Сенька ей совсем оторвал, видишь?» Мурка взяла куклу, приложила руку, как надо, и сказала. «Ведь то людейные нитки были, а не куклячьи. У меня куклячьих ниток нет. Пойди к тете Лене, она пришьет». «А у нее разве есть куклячьи? У тети Лены все есть». Побежала Нюшка к тете Лене. «Тетя Лена, есть у тебя куклячьи нитки?» «Конечно есть», — сказал тетя Лена. Взяла катушку ниток, иголку и наперсток. Стала пришивать кукле руку. «Кукла белая, нитка белая. Вот и не видно». «Что, хорошо так будет?» «Ну да, хорошо». Нюшка стоит, смотрит. А про палец и думать забыла. Веснушки У садовника живет садовникова жена, Паня. А у Пани есть маленький ребеночек, Левка. Он еще не умеет ходить, только ползает. Он совсем беленький. «Паня, а Паня, отчего я не беленькая? Отчего у меня веснушки?» Спрашивает Нюшка. «Отойди от кроватки, разбудишь его», — говорит Паня. Она гладит пеленки, и на солнышке видно, как из утюга поднимается воздух, как сахар в горячей воде, если помешать ложечкой. «Ну, Паня, отчего я не беленькая?» — пристает Нюшка. «Оттого, что плохо моешься», — смеется Паня. «Ты покрепче лицо три, вот и будешь беленькая. И веснушки сойдут». «Конечно, сойдут», — говорит Паня, и дует в утюг, чтобы лучше горели угли. Нюшке хочется, чтобы веснушки сошли. А то Сенька все пристает, говорит, — «Конопушки продай». «Вот и смою», — думает Нюшка. «Хорошенько потру и смою». «Ты куда?» — спрашивает Паня. «Я к ручейку веснушки мыть». «Ну, как смоешь, поможешь мне простыни тянуть», — смеется Паня. Паня насыпает в утюг еще угля и ставит утюг на кирпич у водосточной трубы, чтобы уголь скорее разгорелся. Огонь так и рвется в трубу, даже слышно, как ветер через утюг гудит. Паня стоит, утюга дожидается, а Нюшка уже тут как тут. «Ну что, смылись?» — спрашивает Нюшка. Паня смотрит на мокрую Нюшкину мордочку и удивляется. Сколько у одной девочки на лице помещается веснушек. «Смылись», — говорит Паня, — «только не все». «А еще много осталось?» «Самая чуточка», — смеется Паня. «Где?» «Вот тут, на кнопке», — Паня трогает пальцем Нюшкин нос. Нюшка старается посмотреть на кончик своего носа. Морщится, щурится, опустит голову, задерет. Плохо видно. Глаза слишком крепко на месте сидят. Что-то смешное, большое, немножко прозрачное. Гора какая-то, а не нос. Подошла к окну, на цыпочки встала. В стекле видно, что нос. И весь в конопушках. «Я пойду сильнее потру», — сказал Нюшка. «Все-таки еще много осталось». И убежала опять к ручейку. А Паня передвинула Левушкину кровать в тень и опять взялась за утюг. А солнышко опять стало потихоньку подбираться к Левушкиной кровати. Санитарная комиссия Всю террасу густо оплел дикий виноград. Тетя Лена и Мишка сидели в тени, и у них за спиной листья были темные. А Степа сидел на солнце, прямо на перилах. У него за спиной листья были прозрачные, словно занавеска. Сквозь занавеску продувал ветерок, и на террасе было зелено и прохладно. — Санитарной комиссии очень трудно, — говорил Степа. — Мишка маленький, его ребята не слушают. — Правда, не слушают, — кивнул головой Мышонок. — Меня вчера Мурка даже побила. Я у нее... У Мышонка губы вдруг собрались в узелок, и он стал тереть глаза кулаком. — Я у нее под подушкой... — Что под подушкой? — Я у нее под подушкой летучего мыша нашел, дохлого, — выговорил, наконец, Мышонок. — И уже протух весь. Я его выбросить хотел, а она увидала. — Правильно, — говорит тетя Лена. — Вам вдвоем трудно. Нужно выбрать еще кого-нибудь. — Некого больше, все заняты, — сказал Степа. — Я уже по расписанию смотрел. Валя в хозяйственной, петь по огороду, сань на кухне. Мишка на Степу не смотрит и на тетю Лену не смотрит. На клеенки след остался от стакана. На этот кружок смотрит и воду пальцем по столу развозит. Кого бы в самом деле выбрать? — Выберите меня, — говорит Мишка. — Тебя нельзя, ты уже выбран, — смеется тетя Лена. Вдруг она встает и подбегает к перилам. Внизу от ручья идет Нюшка и плачет. — Наверное, в ручей свалилась, — думает тетя Лена, потому что у Нюшки все платье мокрое. Нюшка плачет на разные голоса, то тоненьким голосочком «И-и-и-и», а то вдруг заревет «У-у-у-у-у». Подошла к лестнице и стала на террасу подниматься. Одной рукой слезы по лицу размазывает, другой за перила держится. — Что с тобой, Нюша? — Не сходят, — отвечает Нюша. — У-у-у, не сходят. — Кто не сходит? — Конопушки не сходят. И от воды не сходят, и от песочка не сходят. — От какого песочка? — От желтенького. Терло-терло, а они все тут. — Ах ты, глупышка! — засмеялась тетя Лена. — От того у тебя нос красный. — Больно Нюшке и обидно. Отчего Левка беленький, а она нет. Тетя Лена носик болит и конопушки не сходят. Не знает тетя Лена, как Нюшку успокоить. Обернулась она к Степе и Мишке и говорит. — Видите, чистеха какая, песком нос терла. Давайте мы ее в комиссию выберем. — От нее пользы мало, — сказал Степа. — А ты, тетя Лена, будешь нам помогать? — Конечно, буду. — Ну, тогда хорошо, выберем, — согласился Степа. Мышонг тоже головой кивнул. Стала Нюшка членом санитарной комиссии. Как Левка Нюшу обидел Нюша с Муркой часто приходят к пане и возятся с Левкой. На руках у Левки ниточки, перетяжки. Нюш смешно. Все у него, как у настоящих людей. Руки, ноги, пупок, уши, нос. Ну, нос еще не настоящий, а глаза те совсем настоящие, только очень синие. Мурка его спросит, как корова делает. А он пальчик выставит, будто рога, и говорит. — Му-у-у. Мурка спросит, как собака делает. А он. — Ах-ох, ах-ох, ах-ох. Думает, что страшно. Мурка спросит, как кошка делает. А он тихонечко-тихонечко пискнет. — Кс-кс. Мурка учит его говорить мяу, а он не научается. Один раз у Нюшки был насморк, она все чихала. Мурка и говорит Левушке. — Скажи, как Нюшка делает? Левка обрадовался, глаза у него заблестели. — Чи-хи, чи, — говорит. Сидит, ноги раскинул и пищит. Чи-хи, чи-хи. На другой день пришла Нюша-малыша проведать. А он, как увидел ее, опять чи-хи, чи-хи, так у пани с рукой рвется. День прошел, два дня прошли. А Левушка всю Нюшку зовет чхи. Как увидит сейчас чхи-чхи-чхи, огорчилась Нюша, нос повесила. Говорит Мурке. — Что ж, это он меня всегда будет чхи звать? И вырастет тоже чхи. Левушка услышал, как Нюш с Муркой про чхи говорят. Обрадовался и ну пищать. Чи-хи-чхи. Нюшка в слезы, а Мурка смеется. — Ты, — говорит, — Нюшка, глупая. Что на него обижаться? Он еще маленький. Несчастье В одной руке Нюшка несет пузырек йода с бумажной шапочкой на головке. В другой — пять копеек сдачи. Пятак горячий стал, вся ладошка мокрая. Очень жарко, от каждого камешка жар идет, как от печки. Мошкара над дорогой вьется, прямо звон в ушах стоит. Еще жарче от этого звона. Остановилась Нюшка около палатки, где воду и квас продают. В серебряных шоколадок много лежит на полочке. Стоит у палатки дяденька, велосипедист. Велосипед пыльный-пыльный, а сам он голый и в одних трусах и тоже пыльный. — Дайте мне сельсерской воды, — сказал дяденька. Оперся нечаянно на резиновый гудок, а гудок загудел. — Холодная у вас вода? — спросил велосипедист. — Как же, у нас все воды на льду, — ответил ему продавец. Нажал какой-то крантик, вода в стакан ударила. Шипит. Нюшка близко подошла, пузырьки в стакане увидал. Стакан вдруг вспотел, шершавым стал даже такой холодный. Дяденька воду маленькими глоточками пьет, а Нюшка смотрит и тоже глотает. Только трудно глотать. Во рту пересохло. Пятак горячий-горячий. Переложила его Нюшка в другую руку и ладошку о платье вытерла. Дяденька сел на велосипед и уехал. А Нюшка вдруг красное стало, протянул пятак продавцу, положил на краешек стойки. — Тебе чего? — спросил продавец, а сам руку к шоколадкам тянет. — Нет, мне не шоколадку, мне воды, шипучей, — сказала Нюшка. Никогда еще Нюшка такой воды не пила. Даже немножко страшно. Шипит, жужжит, в лицо брызжет. Откуда пузырьки берутся? Нет-нет пузырька, а вдруг побежит вверх? Стакан холодный, пальцы ижет. Сперва Нюшка медленно пила, чтобы надолго хватило. А потом не допила, больно горло устало. Зато жары как будто и нет совсем. Идти легче, и пятак руку не жжет. Вот и дом на пригорке видать. Кто-то из мальчиков по крыше лазит, а не разобрать, кто. Задумалась Нюшка, как про пятак сказать. Я тете лень, скажу, она сердиться не будет. Вошла в сад, а навстречу Степа с Сенькой. — Купил ее, — спрашивает Степа, — покажи. Взял пузырек, красную шапочку снял, а под ней другая, беленькая. — Сколько стоит? — спросил Степа. — Двадцать копеек, — говорит Нюша. — А где сдача? — Нехорошо стало Нюше. Сенька стоит в руки, смотрит, и Степа тоже. — Я... я... Не поворачивается язык во рту. Как Нюшка про воду не скажет я? — Я потеряла, — сказала Нюша, и сама испугалась, как это вышло, что неправду сказала. Степка сердито так смотрит, а Сенька смеется. Идем к тете Лене, — строго сказал Степа и взял Нюшу за руку. Идет Нюша, дороги не видит, в глазах слезы стоят. Сенька сбоку прыгает и дразнит. Вот так-так, вот так-так, потеряла пятак. Тетя Лена в изоляторе окно мыла, руки у нее в мыле, а на рукавом волос со дна откинула. Что у вас там? Степка Нюшу к ней подвел и поставил, как деревянную. — Она пятак потеряла, — тетя Лена сердито, — сказал Степа. Подняла Нюша глаза прямо на Сеньку. — Вот так-так, вот так-так, — смеется Сенька. А из спальни Мурка и Мышонок выглядывают. Нюшка хочет на тетю Лену посмотреть, и не может, стыдно. — Не беда, со всяким случается, — сказал тетя Лена. — Перестань, Сенька. — Верно, быстро бежала. — Я, я. — Заплакала Нюшка и убежал в спальню. Шипучая вода Вечером тетя Лена читала книжку. Очень интересная была книжка про водолазов. Как один дяденька под воду спускался на самое дно, и вдруг к нему рыбка в штаны попала. Кругом вода зеленая, как у кошки глаза. Всякие крабы ползают, осьминоги, а у каждого осьминога восемь ног. А глаза страшные, будто на прутиках торчат. Нюшка даже дышать боится. Кончила тетя Лена читать. Все встали. А Нюшка не может. Что-то у нее с ногой сделалось. Шипит что-то в ноге. Пузырьки идут. Слышно, как холодная вода переливается. От пятки началось. А там больше. Выше вода поднимается. Ледяная, шипучая. К коленке подошла и остановилась. Только сильнее жужжит. Обхватила Нюша ногу. Рукой чувствует, как под кожей пузырьки брызжут. Снизу вверх, снизу вверх. Что теперь будет? Дрожит Нюша, думает, смерть пришла. Шипучая вода в ногу попала. Сейчас по всему телу разольется. Нюша сидит и слушает. Разливается вода по телу или нет? Кажется, разливается. Ну да, разлилась. Вот уже в спине холодок прошел. Как мурашки забегали. Тетя Лена подошла, за руку взяла. Ты что не встаешь, Нюшка? Иди чай пить. У Нюши глаза стали большие, круглые, как у курицы. Голоса у нее нет, шепотом сказала. Я не могу. У меня шипучая вода разлилась. Какая вода? Которую я выпила. Нюшка на тетю Лену посмотрела и вся затряслась от страха. Потом ее за руку схватила. Ой, шипит, ой, шипит. Я, наверное, умру, тетя Леночка. Отчего, дурочка? Ты ничего не знаешь, тетя Лена. Я сдачу не потеряла. Это я так мальчикам сказала. Я шипучую воду выпила. Какую шипучую воду? Что ты выдумала, Нюша? Ледяную тетя Лена в палатке. Она у меня по ноге разлилась, а сейчас по всему телу разольется. Засмеялась тетя Лена, даже косынка на бок сползла. Ух ты моя глупенькая. Взяла ногу и давай тереть. И сейчас все прошло. Ну-ка наступи. Нюшка боится наступить. Вдруг опять зашипит. Нет, не зашипела. Прошло? Прошло. Отчего это, тетя Лена? От воды? Нет, Нюша, это ты просто ногу отсидела. Взяла тетя Лена Нюшу за руку и пошла с ней чай пить. Подсолнушки Октябрятам нельзя есть подсолнушки, потому что подсолнушки пыльные и нечистые. Санитарная комиссия должна смотреть, чтобы никто не грыз подсолнушков. Нюшка смотрит. Чаще всего Сенька семечки грызет. Но с Сенькой Нюшкой ничего не может поделать, не слушается, да и только. Прибежала раз Машутка и говорит. Нюшка, что за тетеньки сидят на скамейке? Посмотрела Нюша. Не знает. Что за тетеньки такие? Пришли и сели. Не здесь, не по соседству не живут, а подсолнушки лущат. Пошли Маша с Нюшей и сели рядом с ними на лавку. Так, будто в куклы играют, а сами нет-нет и посмотрят на тетенек. Тетеньки обе толстые, одна в одну, верно, сестры родные. У той платья синее и у этой синее. Та смеется и подсолнушки лущит. И эта лущит. Набралась Нюша храбрости и спросила. — Вы, тетеньки, откуда будите? — Мы из города, — ответила тетенька. — А ты подсолнушков хочешь? Нюшке семечек страсть как хочется. Но она сразу сказала. — Нам нельзя подсолнушков, мы октябрята. А потом посмотрела на Машу. И Маша головой кивнула. Тетеньки засмеялись, и та засмеялась, и эта. Стали они разговаривать, не понять о чем. И все подсолнушки грызут, и та грызет, и эта. У Нюшки изо рта слюнки текут. Беда. И у Маши тоже. Пошушукались Маши с Нюшей. Потом Нюша обернулась к тетенькам и говорит. — Тетенька, а белые подсолнушки нам можно? Стали обе тетеньки из кулька выбирать тыквенные семечки. Нюша горстку подставила, ждет, пока наберется полная горстка. И Маша тоже. — Белые подсолнушки всех лучше, — сказала Маша. — Тыквенные семечки всех слаще, — сказала Нюша. Нюшкина победа Изолятор — это комната для больных. Никому сюда ходить не полагается, только членам санитарной комиссии полагается. В изоляторе должно быть очень чисто. Больных нет, а все равно должно быть чисто. Самое главное, чтобы пыли не было. Сегодня Нюшка дежурная, ей пыль вытирать. Пыль вытереть очень трудно. Думала Нюшка, что кончила уже. Всюду чисто. На столе чисто, на подоконнике чисто. Табуретки блестят, койка застлана. Стала Нюшка закрывать ставни, чтобы в комнате было прохладно. Солнце в щель ударило. Протянулось солнышко через всю комнату столбом и уперлось в одеяло. А в столбе пылинки кувыркаются. Да сколько! Плохо я пыль вытерла, — подумала Нюшка. Сколько пылинок осталось? Целая куча! Это самая зараза и есть! Открыла ставни, снова принялась за работу. Под кровать залезла, там вытерла. Стала на табуретку, дверь обмахнула. Стеклянный ящик с бабочками на стене висел, чтобы никто не разбил его. Нюшка и в нем стекло протерла. Ну, теперь уже чисто. Закрыла ставни, а пыль опять кувыркается. Ну, тебя совсем, — рассердилась Нюшка. Кувыркайся сколько хочешь, я гулять пойду, — сказала Нюшка. Повернулась к двери, а в дверях козел стоит. Бадун. Бородой трясет, веточку дожевывает. На шее у него веревка. Постоял на пороге, почесал окосяк голову, то место, где рога растут, и вошел в комнату. Вскрикнула Нюшка и мимо козла в коридор. Бадун оторвался, Бадун оторвался, — выбежали из столовой Сенька и Мурка. Где, где Бадун? Там, в изоляторе, скорее, где тетя Лена? Они все на море ушли. Осторожно подкрался Сенька к изолятору. Стал у двери, а заглянуть боится. Мурка его толкает. Иди, иди, ты не бойся. Да, не бойся. Сама попробуй, какие у него рога. А все-таки заглянул. Одеяло жует. Нюшка и Мурка пододвинулись ближе и стали за Сенькой. Правда жует. Беги за паней, — сказал Нюшка, и Мурка пустилась во всю прыть по коридору. Нюшка чуть не плакала. Он все изгадит. У, противный! Бадун долг жевал одеяло. Как раз тот угол, на который солнышко падало. А потом подошел к шкапчику с лекарствами и стал о него тереться. Сперва только слышно было, как звенели склянки. — Пошел вон, пошел вон! — кричала Нюшка. — Сенька, прогони его! Но Сенька боялся, потому что Бадун был сердитый козел. Сначала склянки звенели тихо, а потом громче. Шкапчик заходил ходуном, а Бадун все терся и терся о него боками. Что-то упало в шкапчик, и из него посыпался белый порошок. — Это тальк! Он весь тальк рассыпал! — закричала Нюшка и стала впереди Сеньки. А потом у шкапчика начала открываться дверка. Она открывалась тихонько, понемножку. А Бадун стоял, нагнувши голову, и все терся об угол шкапчика. И вдруг дверка открылась совсем. И пузырек с касторкой покатился по полочке. Нюшка увидела, что пузырек сейчас упадет, и кинулась к Бадуну. Она схватила его за обрывок веревки. — Пошел вон, Бадун, убирайся! Козел мотнул головой и шлепнул губами. Он не хотел уходить. Тогда Нюшка ударила его ногой. Бадун прыгнул в сторону и свалил табуретку. Табуретка упала — бух! А козел испугался — скок прямо в дверь. Сенька едва успел отскочить. А Нюшка выпустила веревку и хлопнулась на пол. — Пошел вон, Бадун! — кричал теперь Сенька. Но Бадун скакал уже вниз по деревянной лестнице во двор. Тут и паня пришла с Муркой. Сень им все рассказал. — Я думал, он все перебьет, — сказала Нюшка. А ничего не разбилось. Только просыпался тальк. — Ты не боялась? — спросила паня. — Боялась. — Только я дежурная, — ответила Нюшка. — Снега. — Снега. Продолжение следует...